Сегодняшнее воскресенье в народе называется воскресеньем прощенным, но в том Евангелии, которое мы сегодня читали, не только об этом идет речь. Поэтому это воскресенье в церкви вообще-то именуется как воспоминанием об Адамовом изгнании из рая. Эти вещи, конечно, связаны, но само Адамово изгнание для нас, для всех, это вещь, конечно, поважнее. Потому что та вот такая духовная катастрофа, которая произошла с нашим правоцем, она имеет последствия и до сего дня, и будет иметь до скончания века. А все Евангелие, оно направлено на то, чтобы нам рассказать, как избавиться и последствий этой катастрофы, и как вообще нам нужно вернуться опять в ту жизнь, которую наш правоцем утратил. Рай, в котором он жил, это есть такой, ну, духовный символ, который означает вот что. Что Адам и Ева, конечно, они имели с Богом непосредственное общение. Можно сказать, они с Богом жили одной семьей. Но вот, как отношения непослушания детей и родителей, они разрушают эти отношения. Потому что отношения родителей и детей возможны только, если есть два условия. Взаимная любовь и послушание. И вот непослушание, оно как раз разрушает любовь. Вот Адам и Ева, к сожалению, проявили это непослушание, и тем самым были разрушены отношения между человеком и Богом. Сказано. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Коротко и ясно. Но все-таки комментарий необходим. Потому что Господь не таков, чтобы нам мстить. Ах, вот вы не прощаете, вот так и я буду. Как маленькие дети. Тебе бы так. Нет, это не так. Тогда как? Если человек имеет на другого человека обиду, не может ее простить. В этом есть причина. Причина какая? Ну, во-первых, гордость. Во-вторых, памятозлобия. Уверенность в собственной правоте. То есть вот тоже проистекает из гордости вот такое мироощущение и сознание собственной правоты. Такое состояние является греховным. Что такое греховное? Греховное – это то, что отделяет от Бога. Когда человек находится в таком состоянии злобы, памятозлобия, гордости, гнева, что это значит? Это значит, он, этот человек, не имеет смирения. Раз он не имеет смирения, значит, он является противником Бога, потому что Бог – это само смирение и любовь. И сам Христос говорит, научитесь от меня. Я как кроток есть и смирен сердцем. Кротость – это не злобие, а смирение – это как раз то качество, которое нам не хватает, которого противоположна гордости. Поэтому, когда человек не смирен, но горд, не кроток, но злобен, он не может войти в Царствие Божие. По своей природе. не потому, что Бог его наказывает, это он сам туда не может просто войти. И вот то, что он не может войти, это и называется, что Бог не простил. Бог не может не простить, потому что в нем нет памятозлобия, в нем нет мести. но это сам человек не хочет. И это объясняется вот таким как бы простым словом, что тогда и Бог тебе не простит согрешения твои. Потому что каждый человек согрешил перед Богом гораздо много больше, чем один человек согрешил перед другим. и когда человек познает свои грехи как песок морской, тогда ему легче простить другого. Потому что ну смешно, когда один человек указывает пальцем на другого и говорит эх, горбатый, ну а ты на себя в зеркале посмотри, ну а ты хромой. А еще к тому же и слепой и кривой и не знам какой. поэтому вот если нет у нас возможности простить, то значит мы еще не являемся христианами пока. Второе. Уже пропост. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Опять вот говорится, отец воздаст явно. многие к сожалению так и воспринимают, что Бог там что-то воздаст, кто-то миллион потерял, а ты нашел. Речь идет конечно не об этом. И Господь, Он и так нам дал гораздо больше, чем мы того стоим и чем можем мы освоить. При нашей такой общей и духовной, и душевной, и телесной лени. Выздавать нам ну кроме как бы кнута больше и нечего. Но Бог есть любовь, поэтому Он не использует это для нас. О чем уж тут речь? Речь идет, чтобы мы понимали, что такое пост и какой в нем смысл. Потому что, к сожалению, для многих взрослых людей проблема поста, она такая детская. Что есть, что не есть. Как будто мы животные. Хотя в Писании сказано, то, что входит в уста, не оскверняет человека, а то, что исходит из уст. Поэтому гораздо важнее воздерживаться от всякой скверны, которая исходит от нас. это гораздо важнее. Конечно, телесное упражнение, хоть и мало, как апостол Павел говорит, но все-таки полезно. Но цель поста не ограничение себя в каких-то видах пищи, а цель поста воздержания. Воздержание это исключительно человеческое добродетель. воздерживаться не может никто. Ни амеба, ни слон, ни насекомые, ни рыба. Если они и воздерживаются, то только вынужденно кончился корм. тогда они собирают все свои силы и в поисках корма волки, например, могут сотни километров пробежать бегом ради поиска еды. Огромные тратят усилия. В это время мишка будет спать зимой, накопив заранее за лето, за осень жир и будет его там тратить постепенно. У каждого животного свои. И только человек, он может себя ограничить в пище, в питье, в словах, в зрелищах, в каких-то самоугождениях. Зачем? Потому что мы и так в большой степени люди плотские и и всякие плотские радости в нашей жизни для нас играют слишком большую роль. Если мы хотим достичь духовной жизни, нам нужно телесную жизнь утеснять. Это начинается с чрева. Поэтому само вот это утеснение не вид пищи какой-то греховный. Греховной пищи нету. А греховно чревоугодие и греховно гортанобесие. Вот что греховно. Потому что еда превращается в сладострастие. И это настолько порог распространен, что даже каждый канал по телевидению устраивает всякие кулинарные передачи. Кого-то мы свиньи и для нас очень важно, что нам жрать. И как приготовить и всякие шуточки и вкусненько и полезненько и прочее. Без конца одно и то же. Как будто это занимает в нашей жизни нечто такое важное. Но раз это востребовано, раз туда вставляется реклама и которую рекламу можно кушать, то значит это востребовано и публикой. Пост воздержания от этого все, потому что Богу угодно, чтобы человек был не только животным. И вот воздержание это как раз исключительно человеческое свойство. Поэтому тут как-то по этому поводу напускать на себя какой-то вид или с кем-то обсуждать как ты постишься, что. Очень важно, чтобы мы это делали ради Бога и перед Богом. И вообще всякие духовные упражнения они должны быть связаны только как отношения между Богом и человеком. При этом может быть некий свидетель, как духовник, который может подсказать, потому что всегда такое рвение, чтобы не есть, не пить, не спать, а потом уже летать. Если второй этаж ничего, если семнадцатый, это чревато. Поэтому каждый духовник должен приглядывать, так сказать, не есть, не пить, не спать, это одно, а как бы на Луну не улетел, это уже нужен обязательно пригляд для людей очень таких излишне ревностных. Вот, поэтому совершенно незачем, чтобы то, что происходит в нашей душе, становилось достоянием многих. Потому что от этого бывает пустота в душе. воздержание должно быть и в языке обязательно. Хотя нас окружают любопытные люди, и у которых своей жизни нет, или она очень тяжелая, и они всегда хотят устремиться в жизнь чужую. Что-то узнать, спросить, и давать советы, и как-то так вот. От этого нужно, конечно, оберегаться. Поэтому это воскресенье можно назвать было и не только прощенным, но и допустим, предваряющим пост, потому что речь идет Евангелие о посте. Ну и третье, это воскресенье можно назвать неделей о сокровищах. Что такое сокровище? Сокровище это слово скрывать. Обычно может быть благодаря Стивенсону по словам сокровища нам сразу рисуется клад. Там всякие жемчуга, изумруды, золотые всякие сосуды, ну где-то в углу серебришка немножко, так сказать, для занообразия. В общем, сокровище что-то такое вот, это клад. Но тут, конечно, речь о другом. Господь как раз говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут. Моль. Ну у нас против моли есть всякие средства, раньше их не было, но и то люди помнили, что лимонные корки этому помогают. Ну в общем, ткани это была очень такая дорогая вещь. Сейчас-то в общем, мы все слава богу одеты и нефтилогрейки и в общем для нас ну моль раз выкинул и все и нет проблем. Или около контейнера повесил, бомжи подберут. Вот им и битая молью тоже сойдет. Утилизируем. Поэтому речь идет, конечно, не о тканях, а речь идет о том вообще, что для людей дорого. Да, для людей дороги тряпки и для других для людей дорого ну все, что стоит денег. Ну а все ветшает, мебель ветшает, сережки теряются, а потом в какой-то период, так сказать, оказывается, что это вообще и не нужно. И как-то и уже что в 20 лет казалось чем-то очень важным, то в 60 лет кажется уже просто смешным. И поэтому Господь призывает, что к тому, что не нужно усилия тратить на приобретение того, что на самом деле вообще человеку не нужно. А собирай себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляй, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Ну да, представим себе, что вот у нас есть некий клад. И вот и мы поехали на дачу, наступила ночь безлунная, мы выкопали ямку большую, потому что сокровище большое, и закопали это сокровище. Потом закрыли дерном и уехали. И что? Находясь в городе, в богоспасаемом городе-герое Москва, будем мы думать, а что там с этой ямкой? Мы будем ездить, проверять, не узнал ли кто, как травка там выросла. Будем беспокоиться, а точное место может быть позабылось, справа, влево. Потому что где сокровище ваше, там и сердце твое, там и твои помыслы. И у кого из людей какое сокровище, тот о том и думает. У одного сокровище это внучки, он думает только о внучках. У другого сокровище это деньги в банке, он думает вот сколько там нулей прибавляется с правой стороны. У третьего сокровище это его так сказать хобби. Вот когда же наконец на рыбалку? Вся жизнь это рыбалка. Не зависит от того, ушел под лед или ушел под лед, а вот все разжив, вот живу рыбалкой. И у каждого какое-то в жизни свое сокровище. У некоторых очень легкое, доступное. В уши вставил наушники и ты уже в своем сокровище. Вот. Или там сел за компьютер и вот он уже находится в своем сокровище. А Богу угодно, чтобы этим сокровищем был не какой-то суррогат, заменитель, а был он сам. Чтобы наше сердце принадлежало ему. Не детям, не внукам, не папе, не маме, не истории, не поэзии, не карьере, не орденам, не родине, не власти, никому. Богу одному. Вот это правильное такое устроение. Но нам же очень много всего хочется, а вот для этого нужно воздержание. Воздержание в том, что хочется. вот для этого собственно и пост. Адам, Ева и согрешили не тем, что они съели не тот плод с дерева. Не в этом грех, а грех в том, что они не воздержались от того, что им хотелось, а хотелось им того, что противоположно хотенью Бога. То есть, они просто поступили против воли Божьей. Это вот святой пророк Божий Моисей выразил вот в такой форме, что вот всякое наше вожделение, оно очень приятно на вид, оно ласкает глаз, оно обещает сладкий вкус и так далее, и так далее. А вот если ты хочешь быть христианином, ты должен от этого воздерживаться. Тогда сокровище твое будет Бог. А все вот остальные сокровища, которые, к сожалению, и моль побивает, и оно тускнеет, и воры могут украсть, вот, и Абеб отнять, и все, что угодно. Это, конечно, большой цены не имеет, потому что касается только нашей короткой земной жизни. Большинству из нас очень скоро придется умирать. И, конечно, вещи, которые после нас останутся, и если деньги останутся тоже, мы ими никак не сумеем воспользоваться. Вот, поэтому, значит, живем зря. А вот сокровище духовное, которое мы соберем, это с нами навек. Если ты в результате веры, которую дал тебе Бог, стал добрым, твоя доброта пойдет с тобой. Если ты стал любящим, твоя любовь пойдет с тобой. Это навсегда, во веки веков. Поэтому нужно приобретать сокровище духовное. Господь хочет. Так, конечно, на этом пути, чтобы из злого сделать добрым, нужно уметь прощать, конечно. Потому что, если у нас будет нашу печень разъедать злоба, то ничего не получится. Надо над этим трудиться. И пост как раз это и есть поприще, когда человек, ну, кто хочет, конечно, начинает над этим трудиться. И Господь видит, что человек действительно хочет, он ему в этом обязательно помогает. И поможет каждому из нас. Благословение Господь на вас, таку благодати человеку любим всегда неприсно. И во веки веку. Благословение